Вот моя бабушка, моя родная, я ей очень все детство на нам, для нас ее блинчики, ее тавканичка, она для нас все пекла. Вот моя родная бабушка, вот я ее, когда работаю, мне каждая морщиночка. Здравствуйте, меня зовут Галина, я художник портретов умерших. Я работаю уже около 25 лет, я художник-оформитель, художник-живописец. Это по специальности моей, первый раз увидела, как художник работает на камне, у меня такие восторги были, и говорит, я хочу так. Вот мои инструменты, вот такими вот, самое основное, это у меня вот инструменты, вот я все время. Где моя долбочка, вот она, это нет, это вот пучок спиц, они предназначены, да, для всей работы вот какого-то одного заказа. Большой пучок, это он грубо бьет большими такими вот частями, а чем меньше, чем тоньше, это уже для лица, для нежности, что-то вот подчеркнуть лоб. Вот при ударе разбивается полировка, становится светлее при ударе. Это бормашинка, это у меня под линии, вот этим раньше кость сверлили. Где они? Ну вот стоматологи, вот видите, это стоматологическая вещь, но она у меня очень хорошо. Я вот делаю, царапаю волосы и начинаю, потом вот здесь перешла, потому что вижу, что посветлее надо чуть-чуть делать. А этим высветляю, смягчаю. Смягчаю эти царапины и получается эффект волос. Даже вот еще можно поцарапать. Вот я царапаю. Мне очень много спрашивают, а вам они не снятся? В основном они мне не мешают, вот так я говорю. Я люблю ночью работать. Ночью я работаю, потому что меня никто не отвлекает, и я никому не нужна, кроме камня. В сутки один памятник сделать, это если ничего мне не мешает. Я женщина, у меня дети, у меня школа, у меня уроки. То есть за месяц где-то штук 20 делаете? Легко. Ну, это если никто не мешает. Но я бываю еще уступаю людям, потому что кто-то кому-то дорого, например, он еле только на камень, на скреб там. И мы тоже, бывает, скидки делаем людям, потому что видим, что хороший человек и та пенсия, и мы скидки делаем. А вы знаете, сколько мы в минусах бываем? Из-за того, что из-за одной ошибочки стирать надо все. Самая трудная работа для меня, это когда идет портрет, фигура, во весь рост человека. Вот это сложность. Надо все передать. И складочку. И от складочки тень надо передать. И передать шелк, если есть там шелк в одежде. И передать блеск глаз. Каждая точка решает все. Вы знаете, в последнее время вот человек уходит, бабушка, дедушка уходят на пенсию, там собирают с пенсии какую-то сумму за год, за два. И заказывают памятники себе, чтобы деток не обременять. Чтобы было, чтобы они уже были спокойно, доживали свой век. А камень, бывает, 10 лет у них в сарае лежит. И они заказывают, да. И мне вот рисовать живые лица как бы легче, конечно, но намножко как-то трепетно. Они знают, просто я волнуюсь, потому что придет тот человек, и я должна ему сделать все, что он хочет. Самая сложная работа, когда мальчику было три года, фотография в детском саду, а умер мальчик в 6 лет. То есть три года мне надо было прибавить. Глядя на эту фотографию трехлетнего ребенка, и мне женщина говорила, удлините там, больше губки сделайте. Я начинаю как бы увеличивать губки, больше сделайте то. То есть я ничего не могла сама сделать. А что мне женщина говорила, то я и делала. И вот так мы потихоньку довели до ума как бы работу. Она смотрела, что, конечно же, живого мне, говорит, не вернуть, но, по крайней мере, хоть память о 6-летнем ребенке, уже не трехлетнем, а 6-летнем, мы сделали. А у меня еще бывают такие моменты, что когда бывшие военные приносят фотографии, смотрю, военные, 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 это его работа, стиль. И тут я делаю фотографию в обыкновенном гражданском, его никто не узнает. И я не могу понять, почему не принимают мой портрет. А вы понимаете, что уже переодев военного в спортивную форму, домашнюю майку, его никто не узнает, потому что это образ меняется, очень важно уловить образ. Просит поменять мимику, добавить улыбку, поднять губки и в основном прически. И я копирую с других фотографий именно прически, одежду переодеваю, как бы. То, что человек действительно носил или любимое. Вот она любила, говорит, платится, можете? Конечно, можно. Все, я подбираю к шейке воротничок вот такой, как на другой фотографии и полностью делаю. Принесли мне фотографии. Это мужчина сидел, и он такой какой-то вот, и не то что, а хитрый, злой какой-то, ну вот как-то насупившись. Я убрала какие-то моменты, вот эти мышцы, да, лба. И он получился у меня, и глаза посветлее сделала, и он получился улыбающийся. Приходит заказчица и говорит, он на себя не похож. Я переживать стала, как бы вроде бы, неужели перешлифовка. И тут приходит буквально соседка их, с которой жили, она говорит, Маш, говорит, что ты хочешь от этой девочки, от меня? Смотри, он у тебя был злой, он тебя гонял всю жизнь. А она тут его доброго сделала. Да ладно, говорит, пусть он хоть на том свете будет улыбаться. Делаю, делаю контур, чтобы была свеча четкая. Тут получается паспорт, лицо, фамилия, отчество покое, а сзади, с обратной стороны, там интересы и жизнь этого человека. У меня был один заказчик, который по дедушке делал, и он говорит, я говорю, а что он, сделайте мне обратную сторону. Ну хорошо, говорю, а что дедушка любил? Вы знаете, он всю жизнь коз разводил. Тут он принес альбом, а там была такая фотография, он на поле принес в этой старой банке, которую раньше селедку резали в советские времена, то есть, ну, открывали. Она такая открытая была банка, там наливал водичку, и маленький козленок такой подошел, и как раз посмотрел, видно, кто-то фотографировал. И вот эти глаза у козленка, они как человеческие были. Вы знаете, когда рисовала этого козленка, я упор на глаза сделала. И у меня этот козленок даже заулыбался. Когда заказчики пришли, они посмотрели и говорят, ну что, что, а козел на 100 долларов тянет. Люди, которые про вашу профессию знают, как они реагируют? Когда узнают, например, в каких-то органах, ну, например, в больнице, да, там где-то, и сразу какое-то вот, ну, удивление, в основном удивление. Нет, глаза, вот так, опа. Друзья-приятели как-то шутят. Сразу мне говорят, так, все, я в первых очередях, ты меня нарисуешь потом. Вот так вот, как-то очередь забивают. Ну, это чисто черный юмор. Мы приехали на кладбище. Вот наша интересная работа. Ну, интересный подход, просто и камень. Ребята думали, как это сделать. Я нашла фотографию, он там где-то сидел на каком-то карьере, не помню, такая была фотография. И я его, а он как Байкал это любил, и я запечатлила его на фоне Байкала. Видите, перстенечек его, вот. Каждая складочка. Ладно, на эту работу. А вы знаете, даже, может, ночи три. Днем как-то была занята, ну, три ночи. Галина, вот когда по кладбище идете, свои работы узнаете? Да, буквально по почерку вижу то, что я многого добилась. Какая-то работа радует меня, а какая-то, наоборот, аж неудобно, стыдно. Мне становится, что вот люди приняли, а вроде бы... Ну, то есть не то, что стыдно, я недовольна своей работой прежними как бы. Ну, это хорошо, знак того, что я расту. Я обожаю свою работу, я просто не могу без нее. Когда приходит ко мне заказчик и вот смотрит на мою работу, я вижу удивление. Ну, и он молчит. И он говорит, ну что, говорю, вы знаете, даже лучше, чем... Здесь очень много таких было моментов, что они такие довольны. Даже улыбки были на лицах, что я лучше выполнила, чем даже на фото. Это очень много. И у меня это вот крылья прям растут такие вот. А какие красивые волны на море, чайки, цветы. И вот это вот передать настроение. Солнце, солнце через ветки, солнце по дорожке даже. Вот раз и блик. А лужи, а море, вот это отражение даже речки, зеркальность, вот это вообще завлекает. Быть художником портретов умерших – это такая профессия, наверное, которая дает понять, оценить жизнь. И теряется вещевая ценность. То есть постоянно сталкиваешься с трагедиями. И ты слышишь эти все трагедии. И я еще думаю, боже, какие мы еще счастливые. У меня дети здоровые, у меня родители есть. Что еще надо? Вот, хуже смерти родных нету. А тем более, когда родители детей хоронят, это хуже нету. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова